МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу События в лицах. Студия Ольга Ловина и мои сегодняшние гости. Дипломанты первой степени Международного фестиваля инвалидов Витебск-2014, Ирина Горохова и Сергей Саврухин. Здравствуйте! Здравствуйте! И слева от меня заместитель директора по общим вопросам Дарковичского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга Викторовна Кихай. Ольга Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, дорогие гости, что нашли время и пришли к нам в студию. Ирина, Сергей, в июле этого года вы стали дипломантами первой степени Международного фестиваля инвалидов в Витебске. Это ваш, насколько я знаю, первый фестиваль, и сразу вдруг такой успех. Расскажите о своих впечатлениях, какие участники были, вот все-все об этом, Сергей. Впечатления, конечно, фестиваль оставил хорошее. Вы вообще волновались, когда ехали? Очень волновались. Все-таки первый раз и сразу Международный фестиваль. Первое, конечно, волнение, то есть до выступления, после выступления, ожидания. Оценок. Да. А кто же там в жюри был? Насколько вот этот фестиваль крупный и значимый? Представители Белоруссии? Нет, там были люди и из Москвы. То есть, ну вот, хореографию оценивала, пятикратная чемпионка мира, то есть чемпионка Европы. По танцам на колясках? Ну да, по танцам на колясках, на инвалидных. Вот ее фамилию не помню. А участники из каких стран были на этом фестивале? Ну, участвовали из России, Белоруссии, Казахстана, Украины. И сколько всего их было? Всего их было больше ста человек, номеров, я помню, было 74, то есть сам фестиваль длился 6 часов. 6 часов. И сколько же вы прождали перед тем, как выйти на сцену? Ну, наверное, часа два с половиной мы волновались. Ну, вы смотрели как-то из-за кулис? Была возможность подглядеть за своими соперниками? Вы видели, как выступают? Вот какие ощущения были за кулисами, Ирина? Ну да, ощущения были, конечно, неописуемые. Они, как говорится, посмотрев на них, мне казалось, что они сильнее нас. Да. Ну, они там тренируются много лет, а мы тренируемся мало пока. Ну, какие у вас впечатления от конкурса? Ну, впечатления очень хорошие. Мне понравилось там. Встречали, как принимали. Принимали хорошо и встречали хорошо. Ну, чтобы не быть голословными, давайте, у нас есть небольшое видео, давайте посмотрим, что это такое танцы на колясках. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ольга Викторовна, расскажите, пожалуйста, в Дарковическом доме-интернате много ли подобных талантов? Да, конечно, очень много, потому что люди, наверное, приходя в такие условия для жизни, да, благоприятные условия для жизни, когда очень много свободного времени. И каждый человек, наверное, вот, входя в наш дом-интернат, старается, у нас очень хорошая команда собрана для того, чтобы развивать эти таланты. И люди, наверное, может быть, прожив несколько лет всю свою сознательную жизнь, только каким-то возрастным особенностям подходят, когда оценивают, что можно попробовать себя в чем-то другом. И вот так получается, что вот Ирина с Сережей, и у нас очень много есть даже поэтов, которые пишут свои собственные стихи. Я даже могу назвать, вот у нас есть такой Колосков Михаил Петрович, который пишет свои стихи, но писал еще он и в детстве, когда еще был, так сказать, и семья у него была. И вот эти колыбельные какие-то там песенки, какие-то такие именно вот такого марширового значения, вот такие патриотические, посвященные родине, вот такие вот очень много стихотворений. Есть такой Батошин Владимир, который поимел и заболевание, даже есть какие-то у него такие вот с разговором связанные, ну, такие с речью, да. Но все-таки такие стихи талантливые. И даже вот у нас воспитатель, Ольга Владимировна, она, мы сейчас хотим даже вот такой сборник сделать, но именно своего значения. Тоже делаем такую вот выставку, чтобы на этой выставке именно были эти стихи вложены. Вот их, и собираем мы их по крупиночкам, потому что они некоторые стихи свои уже забыли, вот вспоминают. И прямо мы их отпечатываем, мы хотим взять большой-большой такой вот альманаж. Конечно, можно. Да, вот. И у нас очень развито, знаете, вот такое, что песни, вокальные группы, там, квартеты какие-то. И очень много инвалидов, молодежи, которые поют. Они имеют свои, конечно, диагнозы, потому что вот у нас есть такой парень, Евгений Сафронов. Он плохо видит, но песни душевные до такой степени, что мы, когда смотрим концерт с их участием, у нас возникают даже слезы. И хочется им постоянно помочь, помочь, и вот развивать как-то их таланты и выводить на какой-то более уже такой значимый уровень. Чтобы не только мы ими восхищались, но, наверное, еще все люди, которые все-таки, наверное, сомневаются, что в данных учреждениях вот такие есть звездочки. Вот такие звездочки, как Ирина и... Да, давайте вернемся к нашим гостям. Сережа. Ирина Сергеевич, чего вы начали танцевать? Почему вы вдруг решили, сколько вы танцуете? Ну, это я предложила, это моя была инициатива. Где вы увидели, где вы? Да, я увидела в интернете, танцы на колясках. Ну, я Сергею предложила, и мы стали репетировать. То есть вы стали парой? Да. Что самое трудное было? Вот начинать, наверное, было трудно. У вас сразу педагог появился, или вы как-то сами стали осваивать, может быть? Расскажите, вот помните свои первые шаги? Это сколько лет назад было? Это было два года назад. Два года назад. Ну, да. То есть у нас в интернате есть воспитатель, Владимир, она вот недавно пришла. Тимошенкова. Да, Тимошенкова Владимировна. Ну, и как бы она заинтересовалась тем, что мы предложили, и вот с самого начала. То есть вы со своими идеями приходите к воспитателям, да, к руководителям, и они вас поддерживают? Конечно, поддерживают. Так, и что? Поставили танец вам? Ну, поставили, да. Один танец, посмотрели, как это воспримет наша публика, всем понравилось. То есть вы как-то на концерте там? Ну, конечно, готовились долго, и долго все ждали. Ну, после первого выступления всем понравилось, и мы решили продолжать, и вот так вот потихоньку, потихоньку. По каким критериям оцениваются подобные фестивали, вот как в Витебске был? В движениях и эмоциях. И эмоциях. Да. Самое главное дело — это эмоции. Ольга Викторовна, ну ведь одного желания мало, да, и таланта. Надо же, наверное, специальные какие-то коляски, вот костюмы, я вижу, очень красивые. Да, конечно. Кто помог? Расскажите об этом. Значит, они начали заниматься где-то сентября, понемножечку, так помаленечку, но у них как-то все эти продвижения были. Не было ни колясок, они на своих колясках, которые у них есть по ИПР, то есть у них вот не облегченные коляски, а такие утяжеленные, которыми они практически передвигаются, Ирина, постоянно на них. Они, конечно, тяжеловаты для того, чтобы воспроизводить такие пластические, пластичные танцы, как вот они их воспроизводят. Были свои костюмы, мы даже им приносили там кому-то, ну, одевали их как звездочек. И с сентября они начали заниматься, и только к декабрю, к Новому году у них было первое дебютное выступление на нашей сцене. Вот к нашему празднику новогоднему, мы тоже ставим собственными силами его, вот, и только они вышли к этому. И вышли они еще в своих вот наших костюмах, которые мы приобретали, так сказать, с миру по нитке. Но вот когда уже после этого, где-то в следующем году, так же опять же инициатива выходила от Ирины с Сережей, что, значит, ну, что такое танцевать, да? Движения, конечно, у них тяжеловаты были, это нужно было физически быть развитыми, чтобы руками поворачивать такие тяжеленные коляски. Естественно, они обратились за помощью к нам, в администрацию нашего интерната. Ну, так как сказать, что у нас есть еще организация, в которую мы тоже вступаем, это наш департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Вот Игорь Евгеньевич Тимошин, директор данного нашего, так сказать, альмаматра. В котором мы, наши организации, вот были. Значит, и нам помогли, помогли им приобрести эти коляски, да. Вот областная наша администрация, Брянская. Вот, коляски появились, вроде бы облегчили им танцевальные движения, но при этом нужно было обязательно, чтобы они еще и со сцены выглядели красиво. То есть костюмы. То есть костюмы, да. Но вот и костюмы опять же обратились в администрацию, к нашему Андрею Юрьевичу. Значит, мы, тут много было дебатов по этому поводу. И вышли вот на центр, Брянский областной методический центр «Народное творчество» во главе с Людмилой Евгеньевной Домбровской. Они занимаются вот с людьми с ограниченными возможностями творчества уже с 2003 года. Ну, и они, вот все мы, значит, нашли модельера. Шили по их заказам, да. Именно как они хотели, какие они хотели модели видеть на себе, вот такие они себе и заказали. И опять же, благодаря вот «Народному творчеству» хочется сказать им большое спасибо, что они вот увидели наших вот этих, я еще раз повторю, звездочек, да, которые там, вот я тоже их сопровождала там. В Витебске. Да, это был, конечно, фурор. Да? Да. Там их так приняли, такие аплодисменты были, что если бы можно было возможно, их бы выставили на бис. Ну, а чего они взяли, скажите? Вы знаете, чем? Как вы считаете? Я смотрела все вот эти вот выступления, которые там были, да, но у нас было отработанное движение. Они были в такой степени сопоставлены с мелодией, да, которая звучала, это медленный танец у них был, медленный вальс, да. И это было так у них гармонично, что вот люди, которые я вот сделала в третьем ряду, нужно было их снимать, естественно, любительскую пленочку, и люди, которые сели впереди, а там были все с ограниченными возможностями, были всякие люди, плакали. Скажите, а кто помог организовать поездку в Витебск на фестиваль? Поездку в Витебск помог организовать, это департамент культуры Брянской области, то есть полностью финансирование шло оттуда. Получается, у вас один хореограф, вот Ольга Владимировна, вы назвали, да? Нет. Это, может быть, наш руководитель. Это ваш руководитель. Да, который занимается с нами в интернате, а хореограф у нас Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна. Тарасова, да. Вот, у нас ее раз в неделю вывозят на занятия к ней. Да, для того, чтобы им заниматься, я перебью, да. А куда-то вы ездите? Это в Центр народного творчества? Нет, они ездят там специальная площадка, которая обустроена для танцев, для того, чтобы она зеркальная. То есть, чтобы они видели свое отражение, и эти движения у них постоянно, они за собой следили. Поэтому, когда мы с ней договаривались по поводу того, чтобы... Кстати, она тоже представитель народного творчества, она оттуда преподаватель-хореографос. И она, значит, приехала к нам, посмотрела наш актовый зал. Ей все понравилось, но не было вот этого зеркального, зеркальной стены, в которой бы они себя отражали. Поэтому, опять же, администрация пошла навстречу, и мы своим транспортом раз в неделю отправляем пару. Но наши пары уже, так сказать, развиваются. Благодаря вот их первой паре у нас теперь еще образуются другие пары танцевальные. То есть я как раз-таки хотела спросить, вы единственные в Брянске? Нет, вот в нашем доме-интернате уже появились еще танцоры. Они, конечно, танцуют на своих колясках, которые не облегченные. Это, конечно, утруждает их движение. Но пока что, да? Но пока что, да. И мы, опять же, договорились с Ольгой Валентиновной, что она договорилась только на одну пару. Но мы теперь еще и предоставляем... То есть вы уже скоро тренерами, наверное, станете? Скорее всего, да. Скажите, ну а вообще вы знакомы еще с кем-то, которые танцуют на колясках? Может быть, на фестивале познакомились? Или может быть, какая-то интернет-переписка? Вот много ли в России таких пар? Ну, я в интернете видела, да, я общалась с Украиной. Общались с кем-то? Да. Любовь и Саша, и ее муж танцует любви. Он на коляске сам танцует. Ну вот я с ней общалась, да, у них там фестиваль. Вот она приглашала нас на фестиваль, Сергея, на Украину. На Украину. Ну пока, наверное, вы не поедете на Украину. Ну вообще, вот как изменилась ваша жизнь после этого фестиваля? Какие-то мечты новые появились, может быть, стремления. Ну конечно, хотелось бы еще где-нибудь выступить, показать свое мастерство, познакомиться с людьми такими, как и мы, ограниченными возможностями, конечно. Не хочется, конечно, оставаться на месте, хочется идти дальше. То есть должно быть всегда вот это вот соперничество, да, то есть конкуренция. Вам понравилось соперничать, особенно когда вы выходите победителем. Конечно, это непереживаемое ощущение. Вы знаете, да, что сейчас на Прянчине в том числе реализуется программа «Доступная среда». Вот вы чувствуете какое-то повышенное внимание сегодня, ну по сравнению с прошлыми годами, допустим, по отношению к людям с ограниченными возможностями? Вот делается что-то больше, чем раньше? Ну то есть внимание мы чувствуем, но так как мы живем в интернате, то есть... У вас там доступная среда. Да, конечно. Конечно, у нас в интернате доступная среда и для колясочников, и для... Но вы хотели бы, чтобы вот так же доступен стал весь город? Конечно, хотелось бы. То есть относительно нашего интерната, я вам могу сказать, у нас есть уже автобус с подъемником, на котором мы можем уехать в любое время, в любое место города. Ну... Что бы еще хотелось? Вот вы думали об этом? Вот куда вы выезжаете? Вы говорите, в любое место можете поехать. Куда вы любите выезжать, если такое случается? На природу вам нравится? На Партизанскую поляну. Бежали. Бежали в Триумф там. Былось бы соревнования по теннису. Вы в теннис еще играете? Да, мы в теннис играем. Ну и там танцевали мы первый раз в Триумфе. Ну там, да, там спортивный комплекс подготовленный, конечно. Ну а вы что скажете? Также они же вот не только танцами занимаются, но и спортом. И вот наш автобус, как сказал Сережа, тоже, конечно, областная администрация области, помогла департамент нашей семьи, социальной и демографической политики приобрести этот автобус. Конечно, это доступность, это великая доступность. Когда человека поднимают на подъемники и везут, и спускают так же, то есть физическая другая сила уже не нужна. И вот в Триумф, спортивный комплекс, который они тоже посещают два раза, теперь уже три раза в неделю, и они туда занимаются теннисом, с ними тоже так же занимается специалист. А чем там еще? Занимаются очень многим. Бассейн есть. Бассейн, да. Плюс еще вот всякие там физические тренажеры, которыми тоже они занимаются. Это тоже способствует их физической активности, так же, как и танцевально, это все помогает. Наш автобус их много раз вывозил, и в аэропорт они ездили на экскурсию, и по Брянску в парк Толстого ездили. Но у нас же только не такие инвалиды, у нас же всякие инвалиды. То есть у нас еще получается большой круг инвалидов по каким-то своим особенностям и медицинским показателям. Поэтому у нас мы организовываем 5-6 поездок каждый год за пределы Брянской области. И куда вы ездили? Мы ездили, мы посетили уже и Курск, и Смоленск, и Орел, и Белоруссию, Минск. Мы выезжаем с турагентством, то есть на автобусе комфортабельном, но в течение, конечно, суток. Посещаем очень много наших соборов, храмов, достопримечательностей, смотрим. Конечно, Россия наша огромная, красивая. И вот сейчас мы 27 сентября посетили город Москву. Да, мы были у Матроны, у Блаженной Матроны, наверное, все знают ее чудодействия наши, значит, все проживающие, которые с нами ездили в поездку, прикоснулись к мощам, к иконе, привезли святую водичку оттуда, посетили храм Христа Спасителя. И по их многочисленным просьбам мы были на ВДНХ. Эту красоту все мы посмотрели. Наши, конечно, все остались довольны впечатлениями, которые, конечно, на эти поездки все дают. Конечно. Вот, а планируется еще в ноябре мы хотим съездить в Обсюнову пустынь, в Козельск. Тоже это любимое место наших проживающих. Ну и с января опять начать уже другие места посещения. Вот сейчас будем в декабре планировать опять по многочисленным просьбам наших клиентов организовать эти поездки. Вы тоже ездите, да, любите эти поездки? Ну да. Скажите, ну вот что бы вы посоветовали людям с ограниченными возможностями, которые сидят в четырех стенах и вот боятся или, может быть, стесняются чем-то вот начать заниматься? Не надо бояться ничего, а просто-напросто выходить на улицу и общаться больше на улице с разными людьми, несмотря какой он ходячий, нет. Такой, как ты, с ограниченной возможностью общения, только общение. И там все обернется и повернется к тебе лицо. И ты будешь рад, и люди будут рады. И может, ты какую-нибудь секцию тебя запишут. Будешь заниматься танцами, теннисом, плаванием. Ну вот, в этом дело все. Хорошо, Сергей, а вы? Ну как, если есть желание у человека как-то разнообразить свою жизнь, то он должен идти к этому. Поэтому у нас даже вот в триумфе мы выезжаем не только, но уже приезжают туда юмолиды из Флокина, ближе к Брянску. То есть люди уже, зная о нас, то есть начинают узнавать о триумфе и приезжать туда. Ну что ж, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Желаю вам успехов, всяческих фестивалей, еще больших высот достичь. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»